В обращении к россиянам Владимир Путин предложил ряд важных экономических нововведений, направленных на поддержку граждан. Президент поблагодарил врачей и сказал, что доплаты медицинским и социальным работникам будут продлены до 15 сентября. В июле все российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 лет. Тем, кто уже оформил такую выплату на детей в июне, не нужно будет оформлять никаких документов дополнительно. Деньги будут им начислены автоматически. Повышенные выплаты безработным и семьям с детьми, в которых родители потеряли работу, будут действовать в июле и августе. Путин поручил принять меры для полного восстановления рынка труда к 2021 году. Президент России предложил распространить льготную ипотеку по ставке 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, а не до 3, как было ранее. В Москве и Санкт-Петербурге до 12 миллионов рублей. Президент предложил повысить ставку подоходного налога для состоятельных россиян, доход которых за год превышает 5 миллионов рублей, 15% вместо 13. Повышенной ставкой дохода будет облагаться только та часть доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год. Деньги, полученные за счет этой меры, пойдут на лечение больных детей. Меры поддержки, введенные для самозанятых россиян, будут распространены с 1 июля на все российские регионы. Статус самозанятого теперь можно будет получить с 16 лет, а не с 18, как было ранее. Молодые предприниматели получат налоговый капитал в размере одного мрот – 12 130 рублей. Отдельно остановлюсь на такой мере поддержки занятости, как льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей. Эти средства будут доступны организациям, предприятиям, тремя равными траншами в июне, июле и августе. И затем, как мы и говорили, при сохранении штатной численности компаний долг будет полностью списан. Мы видим, что эта мера востребована. Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2 миллиона 400 тысяч сотрудников. Но спрос, как мы видим, спрос гораздо выше оказался, чем изначально планировало правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 миллиардов рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений. И тем самым ускорить восстановление экономики и занятости. Путин заявил, эпидемия COVID-19 отступает, но нужно оставаться внимательными до начала производства вакцины и соблюдать санитарные меры профилактики. А уверенность в эффективности и надежности вакцины от коронавируса должна составлять 100%. Во время обращения к россиянам Владимир Путин напомнил о важности голосования по поправкам в основной закон страны, которая состоится 1 июля. И еще раз подчеркнул, что изменения в Конституцию будут приняты только в случае, если за них проголосует большинство россиян. В телеобращении президент отметил лучшие качества народа России, которые проявились в тяжелых условиях эпидемии коронавируса. И напомнил, что недуг по-прежнему опасен и что еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь в стране уже входит в нормальное русло.